Владимир Матвеев, Белта. Накануне руководитель Федерации профсоюзов рассказал, что они, профсоюзы, вместе с другими общественниками в предстоящее воскресенье в столице организуют масштабное мероприятие, митинг. Ну и вокруг этой темы поднялось много шума, особенно в интернете. А какова ваша позиция, мнение по этому поводу? Эта волна пошла после последнего воскресенья, вот когда радикализация началась, ну просто пошла волна от людей. Люди устали. И они почувствовали, что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих вхождений, а не войны, как многие постсоветские страны. Я вот проводил, отвлекусь, пример с Таджикистаном. Эмамали, мой добрый друг, 90 с лишним процентов он набрал на выбор. Но никто не шевелился. Почему? Потому что они на моих глазах в середине 90-х потеряли, кто говорит 200, кто 300, полмиллиона человек погибло. Тогда еще не говорили о цветных революциях. Он с боем входил в Душанбе. Поэтому люди, поняв, что они могут потерять, взбунтовались. Мы хотим прийти, продемонстрировать, показать, что нас много и так далее, и так далее. Что произошло вчера, на конец дня? Желающих. У нас под 300 тысяч человек где-то соберется. Мы переварим такую массу людей. Никогда. Не пустить людей мы не сможем. Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю, Роман Александрович, собери людей, губернаторы и прочее, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Мы парализуем полностью Минск. Ну и самое главное, ну, ясно, человек едет, вот, батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. Ну а как он увидит? Вот я думал, ну, я выступлю там на Октябрьской площади, ну, 15 тысяч меня увидит. И главное, мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на немиги. А старики? А как их разделить, чтобы проходы были? Плохо стало старику. Ни скорая помощь, ни вражь не подойдет. Толпа. А протестунные по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть? И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю, Роман, пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все, начертили кто, куда будет ехать и прочее. Я говорю, мероприятие надо отменять. Ты представляешь, 250 тысяч, мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет с Минска. И самое главное, старики. Они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И этот ковид у нас будет еще больше, чем вот в этих странах вокруг. Поэтому мое мнение вот на сегодняшний день, нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Ну чего нам уподобляться им? Я, конечно, очень благодарен общественникам, общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть вот эту инициативу. Но за три дня, четыре дня, пока это все разворачивалось, я прохожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми. Нельзя рисковать людьми. Я просто обещаю, что весной, летом, на разных площадках, в свободном месте, это наш недостаток. Мы очень редко людей вот так приглашали. Мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Я думаю, да и успокоится ситуация. И будете довольны. А так мы просто можем получить, ну, как минимум, обратный эффект. Но я не сторонник этого. Ну, конечно, мне же принимать решение и нести ответственность. Я не буду принимать решение, чтобы тащить людей в Минск. Спасибо.